Сразу же после окончания школы я пошел на работу. Я работал в общей сложности полгода, чтобы позволить себе определенные вещи, такие как, например, вот этот фотоаппарат, микрофон, на который я сейчас записываю. Как я говорил в своих прошлых видео, начиная класса с 8-го, 9-го, я понимал, что работа в обычном ее понимании с 9 утра до 7 вечера, а то и дольше, это не для меня. Я всегда знал, что хочу заниматься чем-то своим и работать на себя и для себя. Я понимаю, что это все не так просто, но и тратить всю свою жизнь ради копеечной пенсии, я до сих пор не понимаю. Каждый день работая, у меня была мысль только о том, что, блин, я не хочу так всю жизнь. На первой своей работе я отработал 4,5 месяца. На работе не было отопления, приходит зима. На самом деле зима у нас достаточно теплая, но даже в 0 градусов там очень холодно. Вы представьте, просто вы на улице 10 часов работаете. Ну, грубо говоря, на улице, да, потому что очень холодно в помещении. Поэтому я решил сменить место работы, пошел работать официантом. И что я вам хочу сказать, я думал, что работать в тепле будет легче, но на деле оказалось все наоборот. И эти полтора месяца, каждый рабочий день, меня не покидала мысль об увольнении. Каждый день, что я находился там, я думал, на что я трачу свою жизнь и на что я трачу свои силы. Ведь я могу уволиться и направлять их туда, куда я хочу и туда, куда я посчитаю нужным. Собственно, примерно так я и пришел к следующему. Не так давно я опубликовал в Инстаграме у себя вот эту историю. И вот, что из этого получилось. Около 70 человек сделали репост себе в истории. За два дня на меня подписалось столько людей, сколько на меня подписывается за месяц. Это очень круто. И раз уж на то пошло, если вы до сих пор смотрите меня и у вас кнопочка подписаться красная... Сейчас я буду говорить, как все модные блогеры. Если у вас эта кнопочка красная, ну, вы уже задумайтесь над тем, чтобы потушить ее и сделать ее серой, да? Я отработал 2019 год и 1 января 2020 я уволился. Сейчас я сам распоряжаюсь своим временем. Я сам решаю, как и куда, на что мне его тратить. Мне это очень нравится. И, соответственно, теперь я могу все свои силы направлять сюда. 2020 год будет самым насыщенным, самым интересным, самым сложным и самым продуктивным годом в моей жизни. Кто из вас может вспомнить... И уже вспоминали, кстати, в комментариях. Лично мне в Инстаграме писали, что... Йо, ты же снимал видос там, где ты говорил, что ты будешь стараться снимать одно видео в неделю. Я попросту не знал, что я хочу видеть у себя на канале. Точнее, наверное, даже будет сказать не так. Я понимал, что продолжая снимать то, что я и снимал, я не смогу набирать аудиторию. Потому что, будем честны, влоги NoName осмотреть, ну, не очень интересно. И, как бы, не всем это будет заходить. Я и до сих пор не до конца уверен, что я хочу снимать. Но я точно знаю, что нужно пробовать. Поэтому ждите. Вас ждет штурм просто разных видосов. Особенно эти полтора месяца, пока я еще дома, 100%. Я вас просто закормлю видосами и надеюсь, вам они понравятся. Потому что они будут разные, на разные тематики. Еще я давно хотел вам сказать, но никак не решался, потому что не был до конца в этом уверен. В видосах, когда я уехал на море, я начал впервые говорить о том, что по жизни я хочу заниматься двумя вещами. Это съемкой, как минимум документации, чтобы иметь возможность потом пересмотреть это все. Как видосами, так и музыкой. Потому что музыка, я считаю, это неотъемлемая часть в жизни каждого человека. В моей уж точно. Поэтому я хочу как-то интегрировать ее себе на канал. Если у вас есть какие-то идеи, пишите об этом в комментариях. И, возможно, именно твою идею я воплощу в жизнь и сниму себе на канал. На данный момент я занимаюсь просто написанием битов. Смотрю уроки, сведению, вокалу. Плюс надо учить ноты, вот эти все тональности, все эти приколы. Потому что я этого вообще не шарю, аккорды. Поэтому в скором времени ждите что-то музыкальное. На самом деле идей много, и на данный момент у меня есть как минимум идей для видео. Я же сказал, что 2020 год будет просто лютейший. Поэтому не забывайте включать колокол. Или же альтернатива колокольчику. Вы можете подписаться на меня в инстаграме. Потому что перед выходом видосов я всегда в инстаграме кидаю сториз, что вот в такое-то время он выйдет. И что вот он уже вышел. Можете заходить смотреть. Ссылочка на инстаграм, где правильно. В записании. Ну и, конечно же, за такую возможность заниматься тем, что нравится мне. Пускай даже не какой-то небольшой промежуток времени, я хочу сказать большое спасибо своим родителям. На самом деле это очень классно, когда родители тебя понимают. Пускай они не совсем понимают мое решение не поступать, но сейчас уже вроде все нормально. Но я рад, что вот это непонимание, оно перевешивается тем, что они согласны с тем, что нужно заниматься тем, что ты любишь. Тем, что тебе нравится. За это я им очень благодарен. А это будут самые жесткие полтора месяца в плане съемок. Потому что я за эти полтора месяца сниму больше, чем я снял за последние полгода. А это будет просто next level. Кстати, по поводу next, небольшой инсайдик вас сейчас ожидает. Если кто-то в теме. Тоже будет, тоже будет. В принципе я все сказал, и раз уж у нас пошел вот этот вот прикол сегодня с красной и серой кнопкой, то вы в принципе, если хотите жить, и чтобы все ваши близкие друзья жили долго, жили вечно, вы можете поставить лайк, и также можете написать комментарий. Я все читаю, и если что я нужным, отвечаю. Всех обнял, всем спасибо, что посмотрели, и увидимся с вами уже в следующих видео очень скоро. Пока. Надеюсь, я записал. Кто знает, я не знаю. Писал. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...